Друзья, здравствуйте! Мы приехали на завод Теплодар, в цех, где производят знаменитые котлы Купер. И сейчас вместе с Алексеем мы пробежимся по производству, освежим в памяти те моменты, которые мы с вами уже видели. Но самое главное, параллельно мы будем выяснять ответы на интересующие вас, дорогие наши зрители, вопросы. И первый вопрос – это давление, максимальное рабочее давление котла. Насколько оно должно быть большим и стоит ли гнаться за этими большими цифрами? Алексей, привет! Приветствую! Что касается максимального рабочего давления, его увеличение не является какой-то самоцелью. Не ставится задача помериться давлениями с конкурентами. Основная задача, которая ставилась перед конструкторами – это увеличить ресурс, то есть прочность котла, а вслед за ней и ресурс. Соответственно, чем больше рабочее давление, которое котел держит постоянно, тем дольше он может проработать, тем меньше вероятность выхода его из строя, меньше вероятность образования каких-то протечек и тому подобных неприятностей. На самом деле, в обычных системах отопления, в частных домах, например, в частных домовладениях, такого большого давления, как правило, не держат. Там полтора-два бара. А если есть ощутимый запас, аж целых 30%, это, ну, в общем-то, обеспечивает спокойный сон владельцу. То есть он не боится, что даже при возникновении каких-то не совсем штабных ситуаций с системой, котел спокойно выдержит. Более того, после возникновения такой ситуации, котел будет спокойно продолжать работать дальше. Его не потребуется ремонтировать, и уж тем более не потребуется его менять. Алексей, покажи нам как раз вот эти конструктивные решения, которые вам позволяют, не увеличивая толщину стенок топки, толщину стенок водяной рубашки, все-таки обеспечить запас по давлению КФА. Хорошо? Прямо. Что за боковые элементы здесь многочисленные, наваренные? А вот это как раз те самые конструктивные решения, которые позволяют увеличить прочность и долговечность котла. Это так называемые ребра жесткости. Вот, скажем, на копке котла Мега, которая представлена здесь, ну, не удивляйтесь, она перед ногами лежит, для удобства. Таких 27 штук. 27? 27, да. То есть никто на металле не экономит, поскольку, если экономить на металле, задачу решить не получится. То есть, друзья мои, вот такие вот элементы навариваются на стенку топки. Причем это получается профилированный элемент, да? С повышенной жесткостью механизма. С повышенной жесткостью и одной частью ребра, он приваривается к внутренней части водяной рубашки. И затем будет снаружи устанавливаться наружная стенка теплообменника и, соответственно, тоже привариваться к этим ребрам жесткости. То есть можно себе представить, насколько прочная и долговечная конструкция получается в итоге. Ага, а это что за записка? Это сопроводительный документ. Он сопровождает котел в процессе изготовления, чтобы избежать ошибок. Алексей, ну, судя по очертаниям, это котел Купер 9, да? Да, это Купер ОК 9, поколение 2.0, то есть, ну, самый компактный из котлов. И здесь тоже есть в ребра жесткости? Да, никаких исключений не делается. И самые маленькие, и средние, и самые большие котлы все изготавливаются по одной и той же технологии, поскольку мы не хотим, чтобы потребители маленьких котлов беспокоились о том, что их котлы уступают в чем-то более крупным моделям. Алексей, это тот же котел, который мы увидели в начале, мега, да? Да, это та же мега. Но здесь уже полностью изготовлена топка, полностью изготовлена водяная рубашка, и котел размещен на участке гидравлических испытаний. То есть вот они внутри, находятся вот эти шпильки, которые приварены к ребрам жесткости, и по всему периметру сквозной смырной шов. Котел находится на испытательном стенде, его проверяют на герметичность с повышенным давлением. У нас используется ГОСТ 2548, где указано, что подобные котлы мощностью до 100 кВт должны испытываться с повышенным давлением, равным, увеличенным в полтора раза по сравнению с максимальным рабочим. Поскольку у нас максимальное рабочее давление 3 бара, испытание проводится на давлении 4,5. В ГОСТе указано, что не менее 5 минут, мы проверяем в течение 15 минут. Ну, то есть можно быть полностью уверен в том, что скатбол ничего не будет, ничего не потечет. Да, безусловно. Дальше что же будет с этой топкой? А далее она пойдет на сборку. Пойдем посмотрим. Да, конечно. Так, ну это малярка у нас, естественно, да? Да, это окрасочный цех. Здесь стоят собранные топки, проверенные, испытанные. Так, ну прежде чем нанести краску, важный очень момент, да? Ее нужно. Да, безусловно. Поверхности очищаются и обезжириваются, чтобы обеспечить хорошую адгезию краски покрытия. Перед тем, как их окончательно собирать, производится окраска. Это окончательная сборка котлов Купер ПРО, да? Совершенно верно. Ну и здесь мы можем посмотреть, что вы все-таки утепляете котлы. Да, между рубашкой водяной котла и наружными стенками обязательно прокладывается слой утеплителя. В данном случае это вот базальтовый картон. Делается для того, чтобы минимизировать потери тепла наружу. То есть все тепло, что генерирует котел, оно все должно совершать полезную работу. Все должно остаться. Во благо пользователя, да, все должно остаться внутри. Все такое новенькое, чистенькое. Да, готовится к встрече со счастливым владельцем. Я так понимаю, здесь идет уже окончательная укомплектовка, упаковка. Сверху еще что-то будет на этом котле? Да, после того, как котел упакован, установлен на поддон, сверху монтируется защитная обрешетка, чтобы уберечь его от ударов сверху и издавления попадания. Вот так, друзья. Так и появляются котлы Купер на свет. И этот котел едет в магазин Форнакс. Там вы можете найти все из ассортимента компании Теплодар. Любой котел на вашу мощность, на ваш кошелек можете у нас найти. Приглашаем в гости. И спасибо Алексею за подробную экскурсию. Спасибо, что не забываете нас. Пока.